всем привет меня зовут аня я рада видеть вас на своем канале вязание я не решила немножечко в этот раз попробовать другой формат потому что все две с половиной или три недели с последнего видео которое вышло на моем канале в логово это было видео и я снимала кусочки некоторые но честно говоря они были не такого качества которое я бы хотела сейчас увидеть и я много чего пропустила не рассказала не показала поэтому я решила может быть полностью может быть частично перейду на формат эпизода единственное пока не знаю я думала может быть назвать его хроники потому что когда хроники как-то такое слово двоякое знаете может быть эпизод не знаю я еще подумала в общем вы уже видите название этого видео какие-то кусочки я буду вставлять которые записывала в течение этого периода но в основном мы с вами будем сегодня разговаривать так вот лицом к лицу у меня здесь на под моими ногами вообще кучу всего интересненького поэтому давайте поговорим с вами о вязании и я расскажу вам сегодня про готовую работу она сейчас как раз в кадре на мне но вы увидите ближе к концу наверное если вы кстати мой телеграм смотрится то там уже видели эту готовую работу вот но если нет то я вас туда настоятельно приглашаю я вам покажу раз два три 4 4 текущих моих процесса причем все процессы довольно такие крупные то есть не аксессуары и все проекты то есть это все проекты которые у меня есть вот то есть я молодец я закрыла очень много хвостов на самом деле я вам покажу еще сегодня подарок и покупки еще а еще так подарок покупки а я своим поделюсь отзывом о спицах одних но начать я хочу с такой минутки рекламы так сказать значит я вам хочу напомнить что у меня есть сайт annapal.store там продаются сумки мои сумки под моим брендом сделаны на молнии и с кулиской такие бочонки более плотные я сейчас хочу показать сумочки которые у меня сейчас есть наличие в общем-то если хотите если вам нравится то заходите на мой сайт там кстати еще продаются маркеры ручной работы очень классные вообще обожаю их сама тоже пользуюсь у меня есть набор один из такие такой с камушками и еще мне надо сделать фотографии и продать кучу носков которые я вязала и также там еще продается по моему сейчас в наличии осталось две корзины хлопковые которые я тоже шила вот значит приступим покажу вам сумочки самом деле не так много их осталось было обновление буквально наверное неделю или две назад может две уже прошло вот давайте погнали вот такая классная сумочка бордовая карманы у нее с одной стороны 5 карманов с другой стороны 3 это у всех так это большой формат в нее помещается плечевое изделие и подкладка классная веселенькая вот такая вот на сайте есть фотографии поближе так что можете там рассмотреть подкладку обалденная сумка с маками она такая ярко это даже не оранжевая это такой кораллово-оранжевый очень красивый цвет да я оранжевый не люблю но это не тот оранжевый у нее невероятная подкладка это майки вот такая красивая очень это одна из моих любимых сумочек так еще одна весенняя с цветами вот такая ярко-ярко-ярко желтая здесь у нее подкладка тюльпаны фиолетовый желтый тюльпан такая красивая а веселенькая сумочка в этом отшиве в этом обновлении тоже есть вот такая обалденная вообще с мопсами мне она очень нравится мопсы и пицца здесь и подкладка у нее спокойная геометрия ну как спокойно по цвету она вообще не спокойная ни разу ну вот геометрия кто-то кстати здесь видит вязаное полотно то есть лицевые петли вот такой галочкой сумками бочонками это все у меня а нет не все большими все с маленькими маленькая у меня есть вот такая вот очень красивый розовый с сеневым отливом и и подкладка зигзаги более спокойная для любителей такого классического стиля больше красивая серо-бежевая сумочка и подкладка у нее вязаное полотно горчичка вот такая теперь по бочонкам все у меня осталась еще одна сумка на молнии большого формата вот такая с гарри поттером с тематикой гарри поттера самого гарри тут нет вот и внутри подкладка вот розовое вязаное полотно вот все эти сумочки можно увидеть на сайте поэтому я вас приглашаю на этом часть с рекламой закончена кстати если надо было это наверное до рекламы напомнить у меня есть тайм-коды под всеми видео вот пользуйтесь это очень удобно если вам не хочется смотреть какую-либо тему в видео настоятельно рекомендую я такое специально для вас делаю поэтому пользуйтесь что поехали дальше подарки и покупки давайте начнем наверное с покупок чтобы подарок сладенько оставить на последок и я купила себе значит предыстория у даши у которой канал джаяник называется и джайру у нее сайт в общем я про нее сто тысяч раз рассказывала у нее сейчас идет по моему еще совместник где она вяжет в топ с полосками виде агональной такой вот частью цветной очень красивый и она там используют три цвета черный белый и красный и в каждый из цветов она кстати использует пихорку жемчужную я кстати сейчас в футболке как раз именно из этой пряжи я наконец-то сбросила вес до такого состояния что я могу ее снова носить потому что в общем долгое время я не могла просто ее надеть потому что была мне мало но сейчас все в порядке каждый из цветов там даша подмешивает люрекс и мне очень понравился черный люрекс который она подмешивала к черной пихорке чемчужный он она говорит черный матовый что и ей тоже показалось это формулировка такой немножко странной но она купила до люрекс он ей понравился показала нет он понравился и теперь купила ну сами понимаете значит у меня есть кое-какая пряжа черная и я думаю ее туда добавить это у меня стопроцентная вискоз точнее там 95 процентов вискоза а 5 процентов чего-то там я уже честно говоря не помню покупала я ее на вайлберис и действительно назвать матовой эту пряжу можно интересная такая интересный люрекс это честно говоря не первый раз столкнулась и даже в карточке товара на вайлберис там было написано черный матовый думаю но окей так значит следующая моя покупка в вязании это крючки да друзья я купила себе новые крючки это крючки от раку раку у меня уже есть один крючок которым я вижу плед и я пополнила свою коллекцию еще двумя крючками тоже те которые с двух сторон имеют крючки значит здесь номера два с половиной три с половиной и три четыре я думаю что теперь я крючками хорошими упакована полностью у меня конечно есть крючки таких номеров это чабу еще там какие-то обычные китайские но они вяжут все с порядки все хорошо но мне иногда хочется просто чего-то очень классного и поскольку мне нравится крючок которым я сейчас вижу плед такой розовенький то я подумала почему бы и не прикупить в общем-то другие номера вдруг я все-таки подружусь с крючком когда-нибудь конечно ладно с покупками это все давайте перейдем к подаркам у меня есть вот такой вот замечательный подарок в роскошной красной коробке которая похожа на такую кожу вот мне очень нравится эта фактура просто обалденная я однозначно ее оставлю себе это подарок от ксюши ксюша спасибо тебе огромное я конечно безумно рада до сих пор это ничего особо не трогала но хотела показать на видео значит в этом подарке три маски две маски для лица одна для рук и естественно это все очень нужно шоколадка молочная вот ее я вообще не знаю когда съем но я сейчас стараюсь как-то поменьше сладкого есть в общем не всегда получается но стараюсь значит и обязательно часть этого подарка барабанная дробь смотрите какая красота это пряжа я боль от лэнг причем эта серия я боль твин это пряжа которая имеет градиентное окрашивание в данном случае от сиреневого такого нежного в серый очень мне нравится тут на фотографии видно как будет точнее здесь идет от светлого серого до серого потемнее там наверное за сиреневым еще серенький по крайней мере так не видно но ладно пока когда буду взять все буду конечно внимательнее за этим следить но пока я из этой пряжи вязать не планирую я думаю что она у меня будет лежать в разряде тех которые дожидаются моего особого настроения потому что ну есть конечно пряжи которые мне хочется сразу же после дарения применить но есть которые те которые вылеживаются очень долго и как правило для вот этих долго лежащих моточков у меня возникают идеи очень очень неожиданно и получается они как правило эти проекты получается как правило очень очень классными ксюша спасибо огромное я в восторге ты и в общем ты сама все знаешь и привет тебе огромный целую обнимаю так значит что у нас дальше дальше мы с вами поговорим о текущих проектах с чего бы начать ладно давайте наверное чем как раз крючкового проекта раз уж я заговорила об этом и крючковый проект у меня это плед значит я вяжу плед крючком раку раку где он вот он вот он крючочек здесь я вижу номером 3 насколько я понимаю это где-то 2 и 3 если переводить на наши стандартные обозначения значит я вижу пряжей точнее не пряжей а из пряжи было это хлопок от alize стопроцентный хлопок у меня основной цвет этого такой молочный если я не ошибаюсь нет знаете это же не буду придумывать как он называется общем я не помню это короче молочный такой даже сливочный наверное и у меня было батик в двух расцветках сейчас я пока вижу вот этой расцветкой я не знаю номер извините и у меня есть вторая расцветка которая честно говоря мне нравится гораздо больше вот такая вот вот эту расцветку я могу назвать это 41 46 есть еще у меня серый но я не знаю пока буду я его летать этот проект или нет значит это все пряжи изначально у меня было для проекта тоже пледа но мотивами и вот у меня мотивы кто мне спрашивал где мотивы вот они здесь маленькие такие мотивчики вязать их честно говоря очень скучно мне это довольно быстро надоело короче я из этих мотивов буду делать наволочку а в цвет буду делать но уже вяжу плед значит либо плед либо коврик на пол не знаю пока я еще думаю потому что изначально я хотела сделать плед такой предпокрывала на кровать двуспальную новую квартиру но я планирую покупать кровать минимум 160 сантиметров и а может быть даже 180 но посмотрим минимум 160 вроде как набрала нормальное количество петель но я не учла что при вязании крючком первый ряд он будет точнее не ряд а воздушные петли они будут широкими а при вязании первого даже ряда это все немножко так сузится и придет в свою нормальную форму и у меня это нормальная форма составила 145 сантиметров где-то причем это по моему без учета бахромы еще и бахрома не знаю буду я ее оставлять нет пока оставляю если что потом как-нибудь обработаю и срежу но значит что у меня получается смотрите какая красота мне очень нравится здесь я сейчас на этапе повторения вот этого первого узора что будет дальше не знаю наверное я просто думала может быть повторить мне опять зигзаги потом опять вот этот вот какой такой греческий мотив и потом уже там у меня есть несколько вариантов там волны еще что-то вот и пока не решила поэтому в общем-то немножко приостановилась но еще приостановилась то что мне нужно сейчас продвигать другой один проект так вот так это все выглядит много прям видите я скажу вам честно я не могу порой от этого проекта оторваться мне очень нравится его вязать у меня только к нему руки и тянутся мне кажется это совокупность факторов во первых мне очень нравится сама техника она простая вообще ничего сложного я вяжу практически не думаю единственное периодически смотрю в схему чтобы не запутаться хотя было несколько раз когда я путалась мне приходилось распускать но это вообще ерунда на самом деле и во вторых мне сейчас очень хочется вязать лето мне хочется постоянно именно не шерстяные а вот хлопковые либо сквозные какие-то фактуры держать составы держать в руках и проекта плюс еще крючок почему-то что-то в этот раз он меня слушается и я как-то ну нормально общем на него смотрю и он на меня и мы в общем-то сейчас дружим вот пока у нас период примирения с крючком так вот очень классный проект я действительно вдохновлена при этом еще мы вели тут на днях эфир в духе по новинкам и я подбирала там носа хлопок будет один очень кстати похоже на тот который следующий покажу у меня вяжется как раз сейчас и я прямо видела из этого хлопка летние изделия но не только крючком но и крючком в том числе я посмотрела много журналов мы там показали в эфире модели которые меня заинтересовали давайте я оставлю ссылку на этот эфир в общем вдруг вам тоже интересно там буквально последние наверное минут 15 если вам интересно посмотреть значит этот плед я вижу по вот этой книге самый не скучный плед юлия гендина и честно говоря я когда когда брала эту книгу я немножко так переживала я не понимал вообще пойму я как это все вяжется не пойму но это все очень просто я еще я подписалась кстати на юлию в телеграме у нее там постоянно идет репост точнее даже не репост она в общем публикует фотографии и работ других мастерист которые вяжут в отдельных чатах там нет насколько поняла какие-то платные чата какие-то бесплатные и там есть тематики например геометрия там цветочная тема еще что-то еще что-то в общем разделены по тематикам эти чаты где люди вяжут там есть я в один или два зашла посмотрела что там есть схемы и там в общем-то другие мастерицы все скидывают то что у них на получается это конечно море вдохновения поэтому если вы любите крючок и вам нравится эта техника мозаичного вязания то я рекомендую хотя бы просто посмотреть насколько я знаю у юли еще есть канал на ю тубе но я не заходила я не люблю по видео учиться поэтому мне вот проще книга до книга либо вот печатная что-то в электронном виде неважно но не видел я по видео не очень так здесь все значит давайте тогда плавно раз уж я упомянула второй проект который мне очень нравится сейчас вязать я вам его и покажу значит он у меня хранится в моей проектной сумке это проектная сумка бочонок большого формата как вы видите у меня здесь спокойно как раз и помещается плечевое изделие в вот этот боковой большой карман удобно складывать небольшие блокнотики во время вязания кстати я вот так вот отворачиваю верхнюю часть с ручками и в общем-то вижу значит у меня хлопок очень классного ярко-розового цвета это хлопок tropical coat 100 процентный хлопок 300 метров на 100 грамм цвета называется барбикор но такую уже нет а там где я его брала обрала его в ту хэнс и у меня уже связана одна деталь это спинка я честно говоря несколько раз перевязывала сомневалась по поводу ширины но в общем-то вроде как сейчас все хорошо значит вот она спинка она пока немножечко сжимается но после стирки все хорошо будет все разойдется я кстати нижнюю часть я не знаю видно будет или нет на видео но я нижнюю часть стирала примерно примерно вот до этого момента так показываю видно да вот примерно до этого момента я стирала что могу про этот хлопок сказать он немножко уплотнился я не скажу что разбух просто вот как-то плотненьким более стал и полотно перестало казаться таким рыхлом как вот оно кажется так у меня здесь идет прибавка петель на пройму будет прямой рукав ну два рукава и сейчас я вяжу вторую деталь соответственно перед скорее всего у меня будет круглая горловина ну и соответственно обработка единственная обработку я хочу какую-нибудь минимальную потому что я ну вот если здесь зачем я беру готовую детали с у меня есть процессе значит а я здесь видите особо сильно там не обрабатывал то есть у меня потом вот эти вот лицевые петли переходят в косички либо дорожки причем значит у меня здесь косичка это 6 петель то есть 3 на 3 а вот это вот дорожка без переплетения да у меня идет переплетение без переплетения без и так далее значит без переплетения я сделала 5 петель потому что коса немножечко сжимает полотно и и за счет этого получается визуально они одинаково смотрятся потому что я когда я тут буквально позавчера по моему в пятницу набирала петли на вторую деталь ну не идет и все ну хоть ты тресни и короче я что-то так разозлилась думаю как меня все раздражает сижу на балконе и короче тут такие балконы полностью прозрачные и и вокруг дома то есть раньше я жила там где напротив меня никого не было я спокойно снимала чего хотела и делала а сейчас так немножечко понимаете да немножко стеснительно мне хотя я стараюсь все-таки перебороть это в себе ну снимаю и снимаю что такого правда я что-то не голая сижу хотя вы же не видите нет шутка а так вот что я говорила да не не идет вязание все и я решила сменить лантерн мун на майнфл нет про и просто полетела так полетела что даже то что я связала там буквально на рядов 15 может 12 связала лантерн муном я все это распустила в ноль и полностью заново набрала на металлические спицы и на металле идет сейчас просто супер видимо из-за того что погода сильно поменялась потому что вот эту деталь я первую я начинала наверное больше месяца назад мне кажется да наверное так я в москве и писала в москве кстати все хорошо было обязалась вообще нормально замечательно и вот единственное когда я недавно села довязывать у меня оставалось не так много буквально ну может быть сантиметров 5-7 и вот плохо что я уже чувствовала и какое-то время мне прямо пришлось заставлять себя начать именно из этого да из того что плохо сошли петли по спице мне пришлось себя заставлять начать вязать вторую деталь но сейчас все хорошо сейчас как раз у меня руки тянутся именно к этому проекту а не к пледу и я очень этому рада вот пожалуйста в собранном виде все я вам сразу показываю в общем это я не просто продаю но и пользуюсь этим действительно я обожаю свои бочонки правда я знаю что есть очень много уже девчонок которые их тоже любят и за это у меня просто сердце радуется душа радуется я начинаю стесняться так друзья вы представляете я вам покажу сейчас еще два проекта и они оба из летней пряжи обалдеть я на днях закончила один проект из шерсти маленькие носочки но я вам его не покажетесь и вот этот получается шерстяной у меня был еще один проект и все остальные у меня все летние представляете тоже проект который довольно давнишний я его начала еще в прошлом году а это платье по ну мы мы взяли в рамках совместник вот даша который я говорила джа и нит у нее правда там не платье а футбол майка прошу прощения но я решила что я хочу платье потому что вязала я из льна и вяжу из льна фроскалина очень красивый ягодный цвет и 320 метров на 100 грамм у меня здесь на вот такой вот крутилки из духа им с тоже это пряжа очень кстати я все сопротивлялась честно говоря покупки вот этого крутилки до держателем для бобин честно потому что ну давно уже все покупают себе и разные есть мастера которые делают я все смотрела 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 думаю ну что я так не повяжу слушайте это очень супер мне так удобно я ставлю у меня этот проект на работе я его сейчас принесла чтобы вам тут поснимать я ставлю я ставлю вот так вот на стол но он не совсем прямо высоко да на кофейный столик кто был в магазинах тухать понимает что это за такие столики низенькие ну и соответственно сажусь на диванчик и получается что бобина и мое вязание они вот примерно на одном расстоянии от земли так сказать да то есть они друг напротив друга находятся и мне очень удобно вязать это держатель пряжи он вообще бесшумный вот он звука не издает сейчас они по моему закончились то ханс но мы ждем новую партию я обожаю я себе еще один возьму темный потому что хочу так вот давайте про кстати тоже в моей сумке помните я шила сумку это одна из первых моих сумок на молнии а может быть даже и первая здесь у меня вышитая опять же мной вот такая ваза с цветами вот и очень она красивая сумочка мне нравится она большого формата именно поэтому она идеально подошла для платья значит у меня вот так вот выглядит вы уже наверное забыли этот проект у меня вот так вот выглядит это все сверху я еще вставляю фотографии как это выглядит значит и у меня причем на фотографиях наверное чуть-чуть там сантиметров на 5 на 7 меньше полотно чем вот оно сейчас но суть как бы будет ясна я думаю вы понимаете да причем опять же да к теме похудения если бы я не сбросила то что сбросила мне бы это платье было опять же мало скорее всего либо оно меня очень сильно обтягивало так оно сейчас у меня с такой небольшой свободой облигания но я думаю что в конечном итоге просто будет свобода облигания побольше это что мне еще нужно не буду говорить сколько скинуть много так вот еще у меня пропала пропали пропала грудь куда-то делась испарилась и поэтому мне скорее всего придется укорачивать немножко лямки потому что как то странно смотрится но я еще посмотрю и окончательно буду принимать решение уже после того как я свяжу постираю и все это высохнет и после этого я надену на себя и посмотрю потому что во первых непонятно что с длиной то есть лена тяжелый материал под своим весом он по любому потянется платье точнее оно вот поэтому я думаю что мне придется либо довязывать либо распускать даже не знаю что лучше не знаю как думаете у меня изначально было 600 грамм я почему-то думала что 500 но вот тут взвесила бобинку и взвесила то что у меня вот это связанное и оказалось что 600 все таки грамм у меня изначально было мне не то что хватит но у меня еще и останется но не знаю останется ли достаточно пряжи на целый проект например на какую-нибудь маечку или нет но в любом случае можно там не знаю какую-нибудь обвоську связать или еще что-то вот опять же проект который мне нравится вязать потому что здесь я вообще не думаю я вяжу лицевыми петлями иногда делаю припавку раз в 20 рядов вяжу я кстати спицами 2,75 стараюсь поплотнее вязать потому что платье должно быть все таки плотненько планирую я носить это платье на футболку и у меня вариант был только один белая футболка но я тут на днях прикупила розовую и коричневую мне кажется будет смотреться тоже неплохо значит еще один проект о котором я вам много наверное говорить не буду потому что тут особо нечего говорить да и я честно говоря немножко уже опаздываю значит опять же в моей сумочке эта сумочка вообще эксклюзивно она сшита она такая у меня и у моей подружечки любимая Олесечка целую тебя нежно это сумка в стиле Фриды Кала это моя одна из точнее наверное любимая художница я не скажу что я в живописи прям разбираюсь но вот эту художницу я очень люблю многие ее работы мне известны известны истории ее жизни я была в музее Федерже когда несколько лет назад проходила выставка правда выставка мне не впечатлила там не было ну вот таких картин которые мне бы хотелось посмотреть если у меня когда-нибудь в жизни будет возможность посетить Мексику а именно Мехико и конкретно дом Фриды Кала я наверное буду счастлива но пока ограничусь вот такой проектной сумкой она с двух сторон отличается это элементы из из картин Фриды вот вот да она тоже такого нестандартного формата и здесь у меня проект который я начала для своего сына надо кстати наверное его тоже попродвигать значит я вяжу из пряжи которая меня очень впечатлила про нее рассказывала показывала как раз распаковку в прошлом видео это вот такая пряжа бархатный хлопок от Атрико здесь состав 45 хлопок 45 акрил 10 антипилинг тоже видимо синтетика 100 грамм 185 метров я не уверена что мне хватит двух мотков у меня всего два моточка но посмотрим я планирую ребенку связать футболку очень красивый цвет графитовый я уже начала значит и вяжу я по не узко ли да нет вроде нормально вяжу я по описанию Ксении Маликовой но у нее это не футболка у нее это джемпер я уже по этому описанию вязала когда два года назад да у меня кстати сын сейчас этот джемпер носит вообще супер там идет обычный реклам необычный он с вытянутыми петлями по моему но не важно я может быть буду обычный вязать рекламу чтобы заморачиваться вот и все мне просто надо вязать дальше и сейчас у меня по моему как раз момент ростка и мне не хотелось думать поэтому этот проект у меня вот на таком этапе то есть отвязано только это даже не горловина а это вот это типа обработки то есть самая-самая первая здесь не резиночка а такой рулик вяжу я спицами 4 миллиметра это спицы разъемные прим когда-то у нее были вот такие похожие на нитпро нитпро симфону вот только там они разноцветные а здесь они такие натуральные мне кстати очень нравятся эти спицы здесь у них и стык хороший дерево с металлом вообще замечательные но честно говоря я не вижу их в продаже нигде так все два мотка тра-та-та 4 миллиметра все сказала вот все друзья с процессами мы с вами закончили нам осталось только посмотреть готовую работу роскошную я считаю так давайте я вам еще покажу так вот да это жемчужная пехотка я взяла на машинке лк-150 эх друзья так обидно я сейчас минут 15 распиналась рассказываю про свитер камеру уже не снимала ладно это это очень грустно это короче свитер шаман я так хорошо рассказала свитер шаман значит я в прошлом видео показывала как я начала его вязать вот он готовый уже я очень им довольна правда это роскошный на мой взгляд получился здесь пряжа royal collection кошмир 50 это 50 процентов кошмир 50 процентов меринос это карная смесовочка здесь 700 метров на 100 грамм я вязала в 2 нити основные спицы это 4 миллиметра я не меняла спицы на больший размер на жаккар то есть все полностью кроме резинок и горловины это спицы 4 резинки и горловина это спицы 3,5 единственное внизу я немножко забыла что у меня 3,5 и взяла 3,25 но это вообще-то не критично рукава довольно широкие и длинные я именно такие хотела мне хотелось уютный большой такой свитер и он действительно имеет довольно большую свободу облигания ой самое главное то что я даже в первой моей попытке не сказала значит это свитер который я вязала по описанию Яны Маркевич у нее ник Пани Маркевич Шаман Йог называется у Яны очень много классных моделей описаний я не знаю вообще вяжет она сейчас или нет что-то как-то у нее не активная особо соцсети вот но она продает описание до сих пор да потому что мы вязали в совместники и все в общем-то участники покупали у нее описание интересно наверное Яна как-то удивилась наверное что что такое почему так какой-то ажиотаж вот ну потому что когда о себе не рассказываю что продажи падают ну это логично да значит вязала в две нити по расходу значит у меня зеленые пряжи ушло около 100 грамм бежевые это у меня кулиски и весь жаккард у меня ушло 50 грамм коричневые у меня ушло где-то 300 грамм то есть в общей сложности 450 изделия после стирки весит около 430 грамм здесь есть действительно пропитка в этой пряже но она не не такая не очень жесткая не приводит пряжу в состояние бечевки то есть в принципе вязать было тоже очень приятно я невероятно довольна получилось но мое удивление быстро где-то в районе месяца наверное я вязала и я хочу во-первых сказать всем огромное спасибо кто позволил мне купить эту пряжу немножко поясню я в завязке же типа типа не покупаю пряжу и мне очень хотелось давным-давно связать этот свитер но я не могла найти пряжу а вот это пряжей по цветам я именно такой свитер видела у себя в своем гардеробе вот и когда я увидела эту пряжу такая думаю боже но это же она именно на этот проект и я помню когда в телеграме написала пост что вот я же в завязке как вы думаете покупать не покупать в общем вы сказали да И я, собственно, купила, связала сразу, так что я думаю, что мое вот это отхождение небольшое от обещания не покупать в этом году пряжу самой себе, оно, в принципе, не считается. Давайте будем думать так. Что еще по этому свитеру? Я немножко его показывала на себе. Ну, естественно, это ничего не записалось. Класс. Значит, по поводу точек, вот я еще хотела сказать. Важно, значит, на рукаве они, видите, такие четкие, их очень хорошо видно, все замечательно. И если присмотреться вот здесь, вот первые ряды с точками на основном полотне, они плохо проглядывают. То есть они там есть, если вот так вот натянуть, все будет видно, все хорошо. Ну, вот видите, они опять пропадают. Дело в том, что вот здесь я натягивала слишком сильно нить вот эту бежевую, поэтому, видите, вот они как-то так пропадают. Я не знаю. Конечно, мне немножко обидно, но с другой стороны, знаете, такое создается впечатление, как будто здесь их меньше или они хуже видны, а потом вот они к низу так вот, их больше, они более четкие, яркие. А вот на рукавах все хорошо, что на одном, что на втором. Здесь я уже контролировала этот момент, и я делала еще жаккард по низу вот здесь. Я сначала, честно говоря, сомневалась, делать или нет, но сделала, и ни капли не жалею. Мне очень нравится, как это смотрится. Я вообще невероятно довольна этим проектом. А, я еще хотела показать вам. Вот, это протяжки, видите, такие большие. То есть я не цепляла нить, у меня все полностью с протяжками. И там я надевала, а здесь я аккуратненько сниму. Единственное в эти протяжки, конечно, руки, пальцы. Пальцы в них цепляются. Так, я вам хотела показать еще изнанку. Мне кажется, для человека, который не любит жаккард, и вязала жаккард, наверное, ну, сколько я вязала раза? Три-четыре в жизни. Один из них был очень неудачным, просто эпик фейл. Мне кажется, что вот это просто идеально. Ну вот. Что думаете? Какие у вас мысли? Я в восторге. Еще вставлю видео небольшое, где я ходила, в общем, снимать там Ашати. Для Ашати это бизнес второй моей начальницы Анжелы. Вот это эфирное масло, базовое масло, вот такое вот. И там в студии я записала небольшой кусочек. Давайте посмотрим и возвращаемся. Так, я вам хочу показать моего шамана. Я еще поближе, наверное, покажу чуть-чуть попозже. Может быть, попрошу девчонок сфотографировать на работе. Но я сейчас... Ну, я сейчас на работе, но как бы вне two hands. Я в студии кое-что снимаю и решила небольшой перерыв сделать и снять для вас, в общем-то, как выглядит мой шаман. Я пока надевала, немножко зацепила протяжки вот с изнаночной стороны. Видите, у меня первые два ряда точек пропали. Вот, видите, если их натянуть, то они видны. Ну, так, короче, пропали. Еще я потянула где-то рукав вот тут. Ну, короче, надо было вязать все-таки без протяжек. Ну, да ладно, я надеюсь, что со временем все-таки немножечко подваляются нити, друг за другом зацепятся. И, в общем-то, все будет нормально. Я, конечно, очень довольна. Он очень классный. Вот. И теплый. Я сейчас даже здесь в студии открыла окно. Так-то на улице, конечно, не жарко. Но и здесь в помещении тепло. Ну, в общем-то, мне очень хочется почему-то в нем походить, погулять. Ну, потому что скоро будет совсем тепло. И, конечно, уже будет не для него погода. А так, мне, конечно, очень нравится. Он закрывает вообще все, все, что нужно закрывать. Мне нравится длина и изделия, и рукавов. Все, что я хотела в нем сделать, все и сделала. Вот. Мне очень хотелось именно такой уютный шаман получить. Ну, собственно, так и получилось. Вообще, я уже, честно говоря, опаздываю. Поэтому, в общем-то, мы с вами посмотрели все, обсудили все. И текущие проекты. И готовую работу, потрясающий вот этот свитер. Я вам показала сумки, которые у меня есть на сайте сейчас в наличии. Я вам показала покупки. Я с вами не поделась впечатлениями о спицах, об одних. Ладно, давайте это отложим на следующий раз, потому что мне действительно уже пора. Меня будут уже ругать. Ну, как она никогда не ругается. Я бегу на маникюр, снимаю ногти. И примерно до сентября буду без гель-лака. Вот у меня моя мастер, она уезжает на Алтай. Будет там жить вот все это время до сентября. И работает, соответственно, будет там. Вот. Оставляет нас тут без нее, без моего любимого мастера. Ну, ладно. Ногти отдохнут. Тоже ничего. Я уже купила обычный лак такой нежно-розовый. Сегодня приду, им, наверное, накрашу. Все, друзья. Я вас очень целую, обнимаю. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой формат. Мне, честно говоря, он даже вот сейчас по ощущениям, мне он нравится больше. Плюс мы сейчас купили огромный телевизор. Я включила свои видео на этом телевизоре. Там такое качество плохое. Поэтому мне хочется хотя бы, пока есть возможность, снимать в светлое время суток, чтобы качество было получше. Снимать вот на камеру. И, в общем, посмотрим, как это будет смотреться, как это видео будет смотреться на большом экране. Все. Целую вас, обнимаю. Пишите, пожалуйста, комментарии. С вами там поболтаем. А увидимся в следующем видео. И подписывайтесь на телеграм. Я там все-таки чаще. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok